Здравствуйте! Рада всех приветствовать на своем канале. Меня зовут Ева Лехцер. Как всегда у нас идет серия тематических видео. И в нынешнем видео будем рассматривать с вами вопрос гармонизации взаимоотношений. Значит, что нам покажет расклад? Первый аркан укажет на причину дисгармонии в отношениях. Последующий укажет, что не устраивает в отношениях вас, что не устраивает вашего мужчину, чего не хватает вам, чего не хватает вашему партнеру. Какой подход нужен к вашей второй половине. И в целом, будет ли ваша работа над собой, над отношениями продуктивно. К чему это может привести впоследствии. Всего у нас с вами будет 4 колоды. Вы должны определиться, выбрать ту колоду, которая на вас смотрит, которая вам близка. И на каждой из них мы будем делать расклад. Хочу повториться и напомнить о том, что не могут только 4 расклада проиграться для десятитысячной аудитории, для всех сотен смотрящих. Поэтому, если по первому же аркану вы увидите, что ситуация у вас не проигрывается, то есть, когда первый аркан я говорю, почему возникла дисгармония в отношениях, вы увидите, что это не ваше. Значит, увы, либо вам нужно смотреть другой вариант, так как вас подвела ваша интуиция, либо в целом в текущем раскладе не будет вашей ситуации. Так, давайте уберем те колоды, которые не будут сейчас у нас участвовать в раскладах. Итак, для тех, кто выбрал первый вариант, первый вариант у нас второй исцеляющего света, проговаривайте, пожалуйста, ваши имена. Если вы знаете дату рождения своего партнера идеально, визуализируйте ее и будем смотреть. Карты я выложу все сразу, будем, если при необходимости, их дополнять. Так. Итак, причина дисгармонии в ваших взаимоотношениях. Что не устраивает вас? Что не устраивает вашего партнера? Чего не хватает вам? Чего не хватает вашему мужчине? Какой подход нужен к вашему партнеру? И туговая карта, к чему это впоследствии может привести. То есть, если вы выберете такую линию, либо тактику поведения. Итак, давайте смотреть. Почему возникла дисгармония в отношениях? Да потому что по восьмерке мечей у вас есть ряд препятствий для развития вашей связи. А именно, ну то есть, либо вы не свободны, либо партнер не свободен. И по тем картам, которые здесь падают, вот видите, перевернуты влюбленные. Карта любовного треугольника. Здесь однозначно налицо любовный треугольник, да? И вот эта сама по себе ситуация вас тяготит. Если это не ваш случай, повторюсь, вам не стоит смотреть тогда этот расклад. Это первая основа, почему вы не можете развивать отношения. То есть, скованный по рукам и ногам, либо наличием третьих лиц, либо рядом обстоятельств, по которым вы не можете быть вместе. Влияние семьи, традиции, расстояния. Здесь у каждого может быть масса причин. Но основная причина из тех, что время и обстоятельства сейчас против вас. Что вас не устраивает в текущих взаимоотношениях? Ну, перевернуты влюбленные. Здесь либо ссора, либо у вас произошло расставание. В целом ситуация либо разрыва, либо опять же, по причине, например, наличия любовного треугольника. Вас не устраивает наличие третьих лиц. Это основной камень преткновения для развития ваших взаимоотношений. А что же не устраивает вашего мужчину? Здесь у нас падает перевернутый туз жезлов. Карта говорит о том, что либо отношения ваши длятся уже слишком давно, и знаете, как энергия в них иссякла. Потому что это, как правило, отношения по инерции. По стольку, поскольку. Знаете, больше тянется по привычке, либо за взаимной зоной комфорта, которую вы не желаете нарушать. Но с позиции страсти, страсть утихла, эмоции утихли. Ему этого в отношениях, знаете, не устраивает. Ему хочется страсти, бури эмоций и так далее. Чего вам не хватает? Перевернутый рыцарь кубков, это, знаете, от меня обманывать не нужно, я сам обманываться рад. Возможно, вам не хватает вот тех сладких речей, когда мужчина вам много обещает, да, но ничего не делает. Потому что, как правило, по этому аркану, сама по себе ситуация, когда мужчина либо забрал свои слова обратно, наобещал золотые горы, да, и слился, либо же в целом забрал обещание жениться. Вам в первую очередь не хватает эмоций, вам не хватает тепла, любви, ласки, внимания. То есть именно по этой причине вы вступаете в эти отношения. Не для всех это является критерием, да, значимым. Для кого-то это сексуальные контакты, для кого-то материальные блага. Для вас именно нехватка чувств, нехватка любви, эмоциональных переживаний. Именно этот человек давал вам подпитку. А чего не хватает вашему мужчине? Ну вот здесь падает аркан звезда. Либо не хватает сближения, потому что очень часто карта указывает на расстояние. Либо же, знаете, как желание осуществить свою какую-то мечту, какие-то намеченные планы. Возможно, ваши отношения по какой-либо причине тормозят развитие его событий. Ну не знаю, там, продвижение по карьерной лестнице, либо чего-то еще. Возможно, скажем так, получив это, мужчина бы более интенсивно начинал образовать с вами отношения. Но на текущий момент у него в целом, знаете, ну это ситуация отчуждения, то, что происходит. А ему не хватает реализации его планов. Какую модель поведения вам нужно выбрать по отношению к партнеру? Перевернута четверка мечей указывает на активные действия с вашей стороны. Какого характера? Давайте посмотрим именно. Чего здесь хотят от вас карты? Ну смотрите, чтобы вы, например, держали ситуацию под контролем. Почему? Потому что сами по себе арканы указывают на тот факт, что либо вы четко должны, не говорю, что поставить ультимативные, да, какие-то факторы вашему мужчине, но оговори с ним, что вас не устраивает это и это. Вы хотели бы этого, этого. Если мужчина не согласен идти на какой-то компромисс, подстраиваться под вас, либо вкладываться в эти отношения и развивать, то задумайтесь, нужны ли они вам в принципе. Карты вам говорят о том, что вам нужно проявить активную позицию, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, то есть прийти к какому-то единому знаменателю. Потому что если вы так далее будете замалчивать все то, что вас не устраивает, ситуация с мертвой точки не сдвинется. Все будет по-прежнему, будет по-прежнему застой. К чему у вас может привести такая линия поведения? Она вас приведет к тому, что вы поймете, что это не ваш мужчина и, скорее всего, разоретесь с ним взаимоотношения. Объясню почему. Потому что перевернутая шестерка жезлов, если с позиции в целом, это карта поражения, но с другой стороны, знаете, как посмотреть. Для кого-то поражение, для кого-то победы. Сейчас объясню причину. Потому что по этому аркану в отношениях вы находитесь на вторых ролях. И вас эта ситуация коренным образом не устраивает. И вот здесь это либо желание разрыва отношений, так как мужчина не может, например, определиться, что-то решить. Для вас это будет болезненно, для вас это будет неплодотворно, но вместе с тем это, знаете, как очищение от ненужного груза проблем и ненужных отношений. Уточню сейчас, возымеет ли такая ваша ультимативная позиция какой-то эффект. Перевернутая колесница, ну, знаете, каждый останется при своих интересах. Мужчина на такую вот позицию будет не согласен, но она вам нужна для того, чтобы устаканить свою жизнь, добиться в ней гармонии. В этом-то и заключается гармонизация отношений, гармонизация вашей личной жизни. Именно в первом варианте карта говорит о том, что задумайтесь, нужны ли вам эти отношения в принципе, потому что здесь застой, застой и еще раз застой. Не потому что вы меняться не хотите, ваш мужчина меняться не хочет и не готов трудиться над вашей связью для ее оплодотворного развития. Вот такой вот вышел первый расклад. Так, убираем первую колоду, переходим ко второй. Для тех, кто выбрал колоду Санта-Муэрте, Таро Святой Смерти. Так, давайте смотреть. Поговаривайте, пожалуйста, ваши имена, даты рождения. Итак, почему возникла дисхармония в ваших отношениях? Что не устраивает вас? Что не устраивает вашего партнера? Так, чего бы хотелось вам или чего хотите вы? Чего желает ваш партнер, либо чего ему не хватает? Какой подход нужен к вашему партнеру? И чего вы таким итогом, подходом добьетесь? Давайте смотреть. Итак, суть дисхармонии в ваших отношениях. Вот по карте отшельник, вот поймите, это одиночество вдвоем. Вне зависимости от того, в брачных отношениях, в сожительстве, либо вы на правах любовников. Каждый сам живет свою жизнь планами, целями, устремлением. Заботится только о себе. Каждый, может быть, пытается стремиться духовно развиться, но не совместно. Каждый идет своим путем, своей дорогой. Это просто как какое-то, знаете, кратковременное времяпрепровождение, но не более того, потому что все равно каждый копается в своих проблемах и решает их самостоятельно. Если смотреть карты с вашей стороны, что вас не устраивает? Старшая аркан башня. Ну, вас не устраивает ситуация разрыва этих отношений, ссоры, либо конфликт. Иногда здесь еще могут для новых замешаны быть вопросы недвижимости. Например, что у вас либо нет совместной площади, либо нет возможности совместного проживания. Поэтому здесь проиграется для каждого по-разному. А что не устраивает вашего мужчину? Что либо вы слишком любвеобильны, особенно если вы королева кубков, либо то, что вы, например, в этих отношениях на правах любовницы. Потому что очень часто данный аркан является именно сигнификатором любимых женщин, но которые не являются женами. Еще, помимо всего прочего, здесь сегодня можете устраивать ваша открытость, доверчивость, наивность, либо ранимость, что вы, например, можете быть слишком эмоциональны, слишком обидчивы. Здесь играет роль как и перепад вашего настроения, так и в целом, например, ваша излишняя эмоциональность. Чего не хватает вам? Вот здесь, эта карта перевернута колесо фортуны, вам не хватает нового всплеска, новых эмоций. И самое главное, чего вам не хватает? Выхода из этой ситуации. Потому что когда колесо фортуны, это бег по кругу одних и тех же ситуаций, одних и тех же проблем. То есть они все равно возвращаются на круги своя. А чего не хватает вашим мужчинам? Эта карта указывает на желание примирения. Потому что здесь давят ностальгии, здесь давят эмоции. И все-таки, если у вас разрыв здесь есть, то ему очень хочется возвращения ваших отношений. Какой подход можно выбрать вам к вашему мужчине? Двойка Пентакли – это карта не эмоций. Это, знаете, больше карта какого-либо какого-то дружеского, либо делового партнерства. Это желание не только слушать, но и слышать партнера. То есть здесь может быть какой-то более прагматичный взгляд на отношения. То есть когда вы удобны друг другу, в плане, не знаю, бытовом, сексуальном, да, либо в целом у вас какие-то общие взгляды на жизнь. Тут не эмоции главное. А то, что вы подходите друг другу идеально, ну, во многих аспектах. То есть ваша задача – пойти ему навстречу. Для того, чтобы эти отношения гармонизировать. Например, если вы в ссоре, то вам нужно сделать первый шаг. Так, к чему это приведет? Смотрите, здесь падает ситуация эмоциональных переживаний, ситуация колебаний, выбора. Причем выбора для вас, то есть делать это или не делать. Ну, что же по итогу? По итогу, по старшему аркану дурак. Все-таки, если вы были в ссоре, это будет ситуация примирения, это будут попытки начать с чистого листа. И здесь, по этим арканам, эта задача ложится на ваши хрупкие плечи. Опять же, повторюсь, если по первым же арканам ситуация не ваша, не проигрывается, значит, вы просто выбрали не свой вариант. Так, вот таким у нас вышел второй расклад. Переходим к третьему раскладу. Третий расклад у нас на аркану дураку. Итак, причина дисгармонии в отношениях. Что не устраивает вас, что не устраивает вашего партнера. Чего не хватает вам. Чего не хватает вашему мужчине. Линия поведения, которую вам необходимо занять в отношении к партнеру. И какой итог вы с этого можете получить. Давайте смотреть. Итак, причина дисгармонии в ваших взаимоотношениях. На текущий момент, либо вы состояли в ссоре, либо у вас была ситуация разрыва. И теперь вы знаете, как пытаетесь увидеть свет в конце тоннеля. Какие-то, знаете, вялые попытки возобновить эту связь. Причем они проходят как с вашей стороны, так и со стороны мужчины. Но знаете, это больше мысли формы, нежели активные действия. Объясню почему. Потому что что не устраивает вас. То, что ваш товарищ крайне медленно подъем. Долго думает и много думает, но мало делает. А вот с его стороны, по этой карте, он пытается что-то сказать из осколков, что-то вернуть. У него идут сожаления. О сказанном, либо о ссоре, либо о разрыве отношений. Но тем не менее, человек сам по себе обижен, держит обиду в сердце. Поэтому у него сейчас происходит застой. Вот чего ему не хватает? Вот по перевернутой смерти не хватает ему времени на переосмысление, переоценку ценностей. Потому что эта карта указывает четко, что идет ситуация какого-то выжидания. А чего не хватает вам? Вам не хватает внеснения ясности. Потому что пожрите, здесь скрытая информация. Либо вам непонятно, почему произошел разрыв, да? Либо что послужило причиной. Либо вам в целом непонятно поведение вашего партнера и отношение его к вам. Какую модель поведения вам нужно занять? Ну, показывать всем своим видом о том, что вы действительно сожалеете о разрыве, о потере этих взаимоотношений, что вы эмоционально переживаете. И на текущий момент можете быть закрыты от сближения. То есть вы не делаете первый шаг навстречу. Так, и к чему вас это может привести? Вот если вы все-таки не будете обрывать ему телефон, название написывать и так далее, то вот это вот ваше длительное ожидание, либо называется тяжелая работа, она принесет вам свои плоды. Потому что мужчина переосмыслит и будут какие-то действия в вашу сторону. То есть вы получите свои результаты за счет вашего терпеливого ожидания. Это тоже работа. И над собой, и над отношениями. То, что вам в перспективе перенесет свои плоды. Причем положительные. То есть меняться будете не только вы, но меняться будет ваш партнер. Для того, чтобы потом совместно выстраивать вашу связь. Так, ну и для тех, кто выбрал последнюю четвертую колоду. Колоду Альфонса Мухи. Напоминаю, что просматривайте, пожалуйста, свою ситуацию по первому аркану. Если ситуация у вас не отыгрывается, значит это расклад не для вас. Ваша ситуация в принципе может не отыграться в текущем раскладе. Итак, причина дисгармонии в отношениях. Чего не хватает вам. Чего не хватает вашему партнеру. Что не устраивает вас. Что не устраивает вашего мужчину. Здесь я немножко поменяла местами, да? Линия поведения, которую вам необходимо занять. И какой результат вам это принесет. Так, давайте смотреть. Так, смотрите. Основа ситуации. Ну, перевернута шестерка кубков указывает. Либо она в целом то, что эмоции у вас сейчас бьют через край. Либо наоборот не хватает какой-то эмоциональности, чувственности, внимания и заботы. Потому что это карта близких людей. Это карта семьи. Аркан родственников, да? Да, указывающих на то, что отношения длительного характера. Либо в целом отношения из прошлого. Возможно, которых вы ожидаете и хотите, чтобы они восстановились. Чего не хватает вам. Вам не хватает страсти, эмоций, любви. Вот этого, может, сексуальной активности или зависимости, да? То есть вы хотите нового выхода вашей энергии. То есть вы тяготеете к этому. Вы очень этого хотите. А чего не хватает вашему мужчине. Он бы хотел здесь находиться в ситуации выбора. Чтобы он выбирал и имел право, знаете, как взвешенно, обдуманно подойти к своему решению, к своему выбору. То есть у него, видимо, тупиковая ситуация. Особого выбора у него нет. А ему бы хотелось здесь выбирать. Что вас не устраивает? По аркану императрицы, скорее всего, у вас не устраивает наличие у него либо жены, либо женщины. Это может быть мама, которая на него влияет. То есть, соответственно, отравляет ваши отношения, отравляет вашу жизнь. А что не устраивает вашего мужчину? Здесь перевернутая королева мечей. Что вы на него, мало того, что обижены, затаили какую-то обиду. Это раз. Не готовы идти на компромисс, на какой-то открытый диалог. И, помимо всего прочего, у мужчины здесь могут проходить мысли подсознательные о том, что в этих отношениях вы с какой-то корыстной позицией. Здесь дело не в материальном. Здесь может быть ваша позиция, например, переждать с ним до лучшего партнера. Либо использовать его связи, либо какие-то ресурсы, либо в целом, знаете, как средство от скуки. Потому этого, скажем так, вашего товарища это тоже может не устраивать. Какую линию поведения вам необходимо занять? Вот здесь падает королева Пентакль. Если вы женщина земной стихии, то есть телец, козерог или дева, то будьте самой собой. Не нужно надевать другие маски, другие роли. Он вас любит таково, какая вы есть. Если вы же все-таки не являетесь представительницей данной стихии, то карта, во-первых, указывает на то, что вы должны быть мягкая. Женщина материалистка, которая строит быт, семейный очаг, уют, которая заботится о детях. Она является прекрасной матерью, прекрасной женой. В целом, женщина, которая себя показывает, как женщина самодостаточная и независимая, которая не бегает за мужчинами, она знает себе цену. В хорошем смысле этого слова. То есть не оценивает себя, а знает цену, то есть своему достоинству. К чему это вас может привести? И вот только такая позиция может вас привести к обновлению вашей связи, ваших взаимоотношений, дать им новый старт, новый толчок и новые возможности. По этим картам вам нужно просто научиться любить себя, ценить себя. И в первую очередь, знаете, преследовать свою материальную и моральную зону комфорта в этих отношениях. То есть жить не для кого-то, а, к сожалению, в этих отношениях для себя. Потому что по тем картам, которые я здесь вижу, вы уже достаточно в своей жизни потратили времени. Кого-то, знаете, продвигая, помогая, поддерживая. Теперь пришло время получать эти дары самой. Эмоции, внимание, любовь, заботу, поддержку. Ну и материальный благ. Как бы грубо это ни звучало, но парканом падает именно так. Вот таким вот у нас вышел сегодня расклад. Если он у кого-то проигрался, отписывайтесь, пожалуйста. В комментариях пишите, дает он какие-то рекомендации положительные или нет. Напоминаю, что, безусловно, для всех он проиграться не мог. Так как десяти тысячные аудитории, в принципе, не могут уместиться в четыре расклада. Поэтому здесь, скажем так, эти расклады могут быть, ну, можно сказать, знаете, как для единичных людей. Но, тем не менее, могут дать весомую и очень важную информацию. Все. Ну, а я желаю вам всех благ. С вами была Ева Лехцер. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok